Что касается встречи в нормандском формате, я думаю, что все уже высказались по этому поводу. Мне хотелось бы сделать акценты на некоторых моментах, о которых вы, возможно, не думали или не обратили на это внимание. Я посмотрел недавно ролик Андрея Луганского и заметил за этим блогером начинающуюся в украинском пространстве тенденцию хвалить и поддерживать Владимира Зеленского. Кстати, Андрей Луганский хороший, все еще хороший блогер, который активно выступал против Владимира Зеленского и критикует его всячески, ну, по крайней мере, критиковал. А сейчас мы слышим за ним следующее. Его пресс-конференция после встречи в нормандском формате и вот та часть его пресс-конференции, где он говорил о представителях Донбасса, представители отдельных районов Донецкой и Луганской области, которые на сегодняшний день оккупированы Российской Федерацией, с которыми нужно вести диалог, то, к чему постоянно подталкивает Российская Федерация. И мне понравилась его речь и смысл, который он вкладывал в речь. Не всегда это совпадает у Владимира Зеленского, но сейчас, то, что я увидел, сейчас анализируем. И мне это действительно понравилось, я хотел бы поддержать Владимира Зеленского здесь. Я реально, кроме шуток, совершенно никакого сарказма, и я его в этом поддерживаю. Я надеюсь, что это, ну, такой перепад настроения, и Андрей Луганский все-таки четко понимает, кто такой есть Владимир Зеленский, а не решается теперь, после этой нормандской встречи, ну, так сказать, пересмотреть свой взгляд на Зеленского. Подождите, ребята, не торопитесь, Зеленский еще проявит себя в полной мере, вернее, он ровно делает все то, что от него ожидалось. С самого начала его появления и прихода, как мы знаем, говорилось только одно, что Владимир Зеленский в качестве операции российских спецслужб поставлен на этот пост для того, чтобы закончить конфликт на Донбассе. Это его основная задача. Его назвали президентом мира, а, соответственно, Петр Порошенко – это президент войны. И вот теперь этот голубь мира, как я его назвал в предыдущих роликах, начинает разыгрывать основные акты этой пьесы. Владимир Зеленский, я хочу еще раз напомнить, это никакой не политик. Он никогда не был политиком, он никогда не интересовался политикой. Я так думаю, что он ей и в принципе и сейчас не интересуется. У него никогда не было никаких политических программ или мыслей по переустройству страны и так далее. Это актер, который неожиданно появился, вернее, готовился как один из вариантов на президентские выборы в Украине. Это одна из карт, которую разыгрывали, и она в данном случае сыграла. У актеров, как правило, хорошая память, они могут заучивать большие длинные тексты, у них заготовленные шутки и ответы на вопросы. И вот ровно так же Владимир Зеленский хорошо отыгрывает свою роль. Я больше чем уверен, что все, что говорит Зеленский, написано для него заранее и им отрепетировано. Потому что, если мы видим моменты, когда Зеленский говорит от себя, люди поражаются, во-первых, тому, что там нет никаких мыслей плохому образованию, ну, если не сказать просто природному кретинизму нынешнего украинского президента. А если мы видим такую складную правильную речь, за что сейчас многие хвалят Владимира Зеленского, еще раз, это он произносит чьи-то написанные тексты. Второе, на что я бы хотел обратить внимание. Встреча проходила в 12 часов ночи. Вот когда вы видите четырех людей, вот с такими лицами, совершенно опустошенная, безразличная Меркель, отрешенный Макрон, злой Путин и такой бодрячок Владимир Зеленский. Но это говорит о том, что люди собрались туда совершенно с одной, единственной целью покончить с этим как можно быстрее. Они не собираются ни одного дня больше там задерживаться. По сути, они могли бы прекрасно поужинать, переночевать и на следующий день с бодрым настроением, так сказать, приступить к этому всему. Но никому из этих четырех людей это не нужно. Это, знаете, как неприятное дело, которое хочешь закончить, даже если речь идет о глубокой ночи и этой же ночью отправиться домой. Вот что значит встреча в 12 часов. Меркель устала, как и вообще она устала от всего за последнее время, Макрону глубоко все равно, а Путин злой, потому что Путин не любит работать, Путин следит за своим здоровьем, и эти встречи в 12 часов его, естественно, раздражают. Итак, вся эта картина, которую я наблюдаю, подтверждает лишь то, что договоренности были достигнуты еще в сентябре по некоторым данным или в октябре по, скорее всего, точным данным между Сурковым и Ермаком со стороны Украины. То есть все давным-давно подписано и обговорено. Просто представители стран должны были создать картинку для прессы и для населения этих стран. Понятное дело, что Путин выходит из этой истории с хорошим лицом, это ровно то, чего он требует, то есть окончание конфликта при условии, что Россия сохраняет репутацию, при условии, что никто на него не будет давить, никто его не будет стыдить и не будет ему тыкать в нос какими-то бумажками. Он будет решать, что и когда начнется в этом месте российско-украинской границы. Европейская сторона согласна, но у них нет другого выхода, они типа наблюдатели. Очевидно было именно с момента выбора Владимира Зеленского, что Европа полностью перестает интересоваться этим вопросом. Владимир Зеленский, руководители которого, то есть его настоящие шефы, называют конфликт на Донбассе внутренним украинским конфликтом, гражданской, по сути, войной, а не военной интервенции со стороны России. Как только это было заявлено, Европа с удовольствием, с облегчением вздохнула. Потому что нет больше Петра Порошенко, который постоянно теребил их, показывал то российские паспорта, то пробитые украинские флаги, говорил о том, что на нас напали, дайте денег, дайте оружие, мы тут Путина сдерживаем, этого человека больше нет. Присутствует человек, голубь мира, который этих слов больше произносить не будет, который будет договариваться с Путиным, произнося слова типа «Дядя Володя, ну хватит уже, давайте как-нибудь по-хорошему». Самое главное, чего добивался Путин вначале, и мы теперь понимаем, что через пять лет он этого добился, это закрытие вопроса с Крымом. Все забыли, что вот эти все образования ДНР и ЛНР, все это началось с аннексии украинской территории. И нагнетание обстановки на Донбассе Украины отодвигало повестку с Крымом все дальше на задний план. И сейчас Путин разыграл ту карту, которую еще пять лет предполагали, что он разыграет. То есть вы хотите мира на Донбассе, нет проблем, я торгую Крымом. Я вывожу своих солдат, сделаю это так и тогда, когда мне это угодно. У меня есть условия полной амнистии бандитам, наркоманам и прочим головорезам, работающим на этой территории, а вы закрываете вопрос с Крымом. Это обращение не только к Владимиру Зеленскому, но и, конечно, в первую очередь к Меркель и Макрону. И по всей видимости, этой договоренности они добились. Так как за время встречи вопрос с Крымом не поднимался ни разу. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать по этому поводу. Актер Владимир Зеленский прекрасно отыграл первый акт пьесы, и теперь через три месяца будет второй акт, возможно, будет третий. Но, господа, все это не важно, договоренности достигнуты. Украина по факту капитулирует перед Россией. Просто будет делать это в более мягкой форме, так, чтобы патриотическое население Украины совсем уж не поднялось на дыбы. Кстати, Зеленский все это время будет критиковать то, что он делает сейчас, именно патриотично настроенных украинцев. Он уже объявляет их чуть ли не врагами Украины и своими личными врагами, и дальше беспрерывно будет высказываться негативно в сторону этих людей, защитивших свою страну. Они могут пойти и дальше, например, начиная с разговора о том, что нужно засудить Петра Порошенко за заключением Минских соглашений. Тех самых соглашений, благодаря которому и была остановлена настоящая бойня на Донбассе. Многие повторяют о том, что Минские соглашения были предательскими, даже не пытаясь смотреть в текст этих Минских соглашений. А ведь одним из важных пунктов был вывод российских войск с территории Украины. Понятное дело, что Путин этого бы не сделал, и он не сделал это за все это время, но у Петра Порошенко был козырь, который он постоянно вытаскивал и говорил, вот посмотрите, Владимир Путин не выполняет Минские соглашения, российские военные остаются на территории Украины. Сейчас лишь говорится, что подписание этих соглашений было чуть ли не предательским актом. Конечно же, подмена понятий и развешивание лапши на уши украинских граждан. Ну, парадоксально, да? То есть, такой плохой Порошенко, что подписал Минские договоренности, и мы, соответственно, будем им следовать, и в отличие от Порошенко с помощью Верховного Совета, мы как бы имплементируем определенные изменения в Конституцию. Это чудовищная легенда, которую он с удовольствием сейчас прикрывает. Теперь они собираются еще судить Порошенко как предателя за подписание Минских соглашений, а они их будут выполнять. А он как раз пять лет достаточно успешно, с поддержкой международного сообщества, сопротивлялся этому давлению. А после того, как они полгода кричали о том, что в Украине правило партии войны, они, конечно, обрушили всю международную поддержку. Да, это плохо, но это подписал преступник Порошенко, и мы должны это выполнять. Порошенко, мы помним, в какой ситуации прежняя власть подписала эти соглашения. Там написаны другие вещи. Там написан вывод вооружения всех иностранных воинских подразделений. И Порошенко в течение пяти лет блокировал этот путинский замысел поглощения Украины через расширение Орду, заявляя, что Россия не выполняет ключевые положения Минских соглашений. Вывод войск и вооружения, не говоря уже о прекращении огня. И мы же видим, что министр иностранных дел Престайка, который не раз подчеркивал свои патриотические взгляды, он отстранен фактически от руководства внешней политики. Ну и судя по комментариям, по продолжающимся комментариям в Киеве, вот мое позитивное настроение после пресс-конференции Зеленского, оно все больше рассеивается. И я уже начинаю задавать вопрос, не бывали ли это пресс-конференции как раз дымовой завесой, скрывающей вот самую настоящую зраду, которая находится в этом коммунике. Это, пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу нормандской встречи. Никаких фокусов, никаких движений, которые бы не понравились Владимиру Путину. Россия остается при своих интересах. Вопрос с Крымом закрыт.